Ну скажу, что да, исходя даже из самого названия, что это европейская, ялтинская стратегия Украины, ну конечно же говорили об Украине больше всего. Отмечу, что очень много важных гостей здесь, это и Доминик Страскан, и бывший глава ЦРУ, много политиков. И вот в связи со всем этим очень было интересно утреннее выступление президента. Я вот слышал за эфиром, что вы очень много говорили о ситуации с минскими договоренностями, с урегулированием конфликта на востоке Украины. Вот, собственно, мы знаем, что у нас в гостях вчера были министры иностранных дел Франции, Германии, которые подняли вопрос Минска. И вот эти тезисы президента, вот как мне кажется, они сегодня даже были больше направлены на европейских гостей, которые очень внимательно слушали. Ну напомню, да, вкратце, я думаю, что вы уже говорили об этом, что президент отметил, что Украина не отойдет от выполнения минских соглашений. Но только после того мы будем делать следующие шаги, как Россия выполнит свои обязательства в той части, которая касается безопасности и прекращения ведения огня. Ну а глава государства также добавил, что Крым никогда не станет разменной монетой, ну и, собственно, не идет речь о каких-либо переговорах в связи с Крымом и урегулированием ситуации на Донбассе. Ну и отметил, что мы будем дальше, Киев будет дальше настаивать на максимально возможных санкциях против России, как, ну, наверное, одного из единственно возможных инструментов влияния. Добавлю, что вот интересный был тезис и от Леонида Кучмы, который участвует в переговорах в Минске. Он сказал, что никогда в Украине не будет фейковых республик, ну и что ни о каких изменениях закона не будет идти речи до тех пор, пока там на Донбассе стреляют. Ну, отмечу, что это слушали много европейцев, ну и вот исходя из тех выступлений, которые были после, сложилось такое впечатление, ну что в Европе, конечно же, не видят альтернативы Минску, ну как бы было бы немыслимым отказ от выполнения минских договоренностей.